Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Цветочные джунгли от блондинки. И что я хочу сказать? У садовода, цветовода две проблемы. Одна проблема не растет, а вторая проблема как разрослось. Как разрослось и что же теперь с этим делать? Как разрослось, это не про помидоры. Помидоры пусть разрастаются, я только рада буду. Я вот так и бурьянчик вырву. Только растите, пожалуйста. Здесь у меня более-менее такие вот ухоженные. То есть я хоть что-то делаю, и они растут на солнце. Вот здесь у меня такая вот дыня, но она кроме листьев ничегошеньки не дает. Она цветет, но хоть бы одну дыньку завязала. А я хочу поговорить о растениях, которые прежде чем пускать в свой сад, нужно сто раз подумать, которые вырастают настолько огромными. Это просто какой-то кошмар. И эти растения шелковицы или тутовники. На юге их называют тутовники. Мужу так нравился тутовник, но это были два просто монстра каких-то. Они заполнили собой весь сад. Хорошо, что осенью мы это все спилили. Ой, я полмесяца носила эти ветки. Но вы посмотрите, с какой скоростью бешеная эти тутовники или шелковицы отрастают назад. Здесь росли насеянные вишни, которые мы пытались превратить в черешни. Муж их прививал. И слава богу, здесь остался только кизил. Кизил – это маленькое растение. Он приободрился в этом году как-то. Он еще ни разу не цвел у нас, хотя он уже здоровый такой. Видимо, он был постоянно в тени. И еще не самое плохое растение – алыча. Она тоже довольно-таки компактненькая. И она плодоносит, хотя бы что-то на ней растет. А вот на тутовнике ни плодов, одни листья огромные, просто такие шапки. Хуже – это только вот этот вот орех. Вы представляете, какой высоты? Метров 30. Это соседский. Это просто катастрофа. Он закрыл все. Поэтому все проблемы с цветами – это вообще не проблемы по сравнению с вот этим лесоповалом. Мы спилили вишню. Она вроде бы и с плодами. Видите, там и плоды есть. Но она закрывала получастка. Там хоть какая-то малинка. Она регулярно плодоносит. Там много ее. Она ранняя. Вишня очень поздняя. Поздняя, она неплохая. Крыжовник закрыла, малину закрыла, сливу закрыла. Вот там растет черный принц, от которого толку никакого. Вообще никакого. И вот это вот соседская абрикоса. Не знаю, как уговорить ее срубить. Вот почему я так люблю цветы. Потому что это нежные лапочки, которые по сравнению с деревьями, с настоящими вот этими вот садовыми растениями, они вообще никаких проблем не доставляют. И вы знаете, радость – это такая важная энергия для человека. А где ее взять? А цветы этой радости дают. Только успевай радоваться. Вот незатейливое растение оказалось бы гелениум. А какое оно хорошенькое. К нему стоит присмотреться. Вот здесь муж только что обрезал виноград. Виноград – это тоже неженская работа. Женские руки с этим не справятся. У нас какой-то виноград, который только листья тоннами выгоняет. Он вообще не собирается ни цвести, ни плодоносить. Поэтому я бесконечно рада любому цветочку. Даже вот такой незатейливой травке чудесной. Так я рада. Вот это у меня вигела. Она крупноватая. Я хотела бы кустик поменьше. Но он вот такой большой. Так что вот эту красоту цветную, как же я ее хочу посадить. Как же я ее жду. А от якобы очень вкусного и полезного, если оно пологорода затеняет, я хочу все-таки избавляться. И я так рада, что нашла понимание с мужем. Конечно, не ради моих цветочков он срезал вишню, а ради крыжовника. Потому что крыжовник она закрывает. И всегда крыжовника полно. В этом году мало. Ну, хоть так. Так что у меня потихонечку сад хоть немножечко проясняется. Не одна сплошная тень, а хотя бы местами какие-то просветы. И еще маленькое замечание. У меня я показывала одни помидоры нормальные, порядочные, ухоженные. А одни непорядочные. Растут в джунглях. Я тут уже тарелками собираю урожай с вот этих непорядочных. Но вы представляете, там где я прополола... Ой, я не знаю, как туда залезть даже. Так, это надо выключить. Представляете, прополола мгновенно засохла ветка. Вот здесь росли бурины, вот они внизу лежат. Вот что произошло. То есть, если уже растение растет, пусть растет так, как умеет. Оно приспособилось к этим условиям. Не надо ничего улучшать. Вот, поэтому у меня два варианта. Одни растут как хотят, как получается. Ну, а за частью помидоров я пытаюсь ухаживать. Вот уж не знаю, что из всего этого получится. Так что буду показывать и ленивые свои посадки, и не очень ленивые. Всем удачи и здоровья! ТОНИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТ